Без Тюльянов на телеканале России. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. По ползень варском продвигается к фундаменту храма. Как и когда остановят подвижки грунта? Дом, который теперь сложно не заметить, капитальный ремонт изменил не только состояние многоквартирного дома, но и настроение его жильцов. Прогулки с пользой для здоровья в регионе подводят итоги профилактического проекта. Шаги к здоровью сделали более 150 вверх. Оползень еще на метр приблизился к храмовому комплексу в Варском. Экстренно начатые противоаварийные работы. Параллельно по распоряжению главы региона готовятся и проектные решения по всей протяженности опасного участка. Тему продолжит Марина Тимофеева. Он оголил старинные захоронения, разрушил частные сады и с каждым разом все ближе подходит к храмовому комплексу. Оползень в Варском не один год тревожит местных жителей. Но это весной. Он поставил под угрозу десятки квадратных метров территории святыни. Внизу под нами сейчас на 15 метрах вот под таким вот углом идет слой скользкой глины и по нему просачивается вода. И огромная масса земли как по куску мыла спадает вниз. Здесь такая опасность, что к весне может этот оползень подойти и прямо к фундаментам храма, к фундаментам нашего универсального зала. Нижняя площадка уже ушла на 6 метров в реку. Чтобы хоть как-то остановить подвижки грунта на территории храма, выкопали 4 колодца. За два месяца в ежедневном режиме откачано 2000 тонн жидкости. А неделю назад начались и неотложные противоаварийные работы. Противоползневые работы вот со стороны, будем говорить, вот купели, в сторону речки уходит насыпь, будем говорить, берег ползет. Вот укрепляющие две стенки будут возводиться. Это первый этап работы. Бетонные плиты установят на участке с 70 метров. Тем временем оползень затронул не только территорию храма, но уже давно добрался к жилым домам. И не только. Всего протяженность аварийного участка 300 метров. Уползень дошел до автомобильной дороги в погребы. Здесь восстановительные работы начнутся после первого этапа. Укрепить 70 метров храмового комплекса планируют до зимы. Уже в декабре установленные бетонные плиты остановят деформацию земельного полотна. Марина Тимофеева и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Изарского. Ульяновская область по темпу прироста поголовья птицы находится на втором месте. Среди всех субъектов страны. В регионе подвели промежуточные итоги работы отрасли животноводства за этот год. По информации специалистов регионального министерства агропромышленного комплекса, численность птиц в сельхозпредприятиях сейчас около миллиона голов, что на 65% превышает показатели прошлого года. Причем это максимум с 2017 года. Такой рост в первую очередь объясняется увеличением объемов субсидий. Правительство региона компенсирует птицеводам часть затрат на приобретение технологического оборудования, инкубационного яйца, а также производство пищевого яйца. К слову, рост поголовья отмечается и в сельхозорганизациях, которые занимаются разведением свиней и крупного рогатого скота. Российские предприятия получили возможность включиться в кооперационные цепочки крупнейших автозаводов страны. Так они смогут нарастить объемы производства и совершенствовать свою продукцию. Новых партнеров автогиганты нашли по итогам закупочной сессии в Ульяновске. Ее проведение еще в июле инициировал Алексей Русских во время работы на международной промышленной выставке «Инопром». Артем Петров об актуальных задачах, которые ставит федеральный Минпромторг и о том, как их уже решают. Июльский «Инопром» еще долго будет приносить плоды. Всего за несколько дней работы международной промышленной выставки достигнуты десятки важнейших соглашений. Одни из главных для Ульяновской области в сфере сотрудничества с крупнейшими российскими автомобилестроительными компаниями Челнинским «КамАЗом» и Тольяттинским «АвтоВАЗом». Тогда же Алексей Русских предложил провести в Ульяновской области закупочную сессию с крупнейшими предприятиями «АвтоВАЗа». За считанные месяцы и без того сложная ситуация с поставкой импортных комплектующих усугубилась. Под влиянием коллективного Запада часть поставщиков решила покинуть российский рынок. Задачи, которые были и раньше, сегодня приобрели особую актуальность. Министерство промышленности ставит перед всеми нами очень важные задачи, конечно, безусловно, это импортозамещение технологического суверенитета, локализация технологий разработок. Наша цель в том числе, собственно говоря, наиболее эффективно учесть в этой стратегии интересы, конечно, ульяновских предприятий и предприятий регионов соседей. В рамках закупочной сессии небольшие предприятия региона получили шанс войти на сборочные конвейеры крупных машиностроительных заводов России. Многие предприятия, которые находятся в Минтрограде, они как раз и являются нашими поставщиками. Географию мы сейчас расширяем, то есть появляются новые поставщики. Разработки и товары на сессии представили более 70 предприятий региона. Все они занимаются производством автокомпонентов, промышленного оборудования, инструмента и оснастки, литьем пластмассы металлов, разработками и технологиями. На самом деле наши промышленные предприятия большие молодцы и обладают очень в ряде случаев уникальными технологиями, как по производству узлов и агрегаторов для автомобилей и других средств, так и по технологическим переделам металлообработки, в производстве инструмента, в обработке пластмасс. То есть у нас есть что предложить уникального для этих заводов. Итогом сессии для десятков местных компаний станут новые крупные заказы. Наращивать темпы производства на заводах готовы. Сделать это раньше мешали иностранные конкуренты, которые, уйдя с российского рынка, подарили отечественному бизнесу новые возможности. Артем Петров, Вести, Ульяновск. Жители улицы Крыльницкого устали от серости будней и сделали фасад своего дома разноцветным. Ремонт уже подходит к концу. Довольны ли жильцы итоговым результатом, выясняла наша съемочная группа. У желто-красного дома теперь можно назначать свидание. Не заметить его сложно даже вечером. Оригинальное цветовое решение – еще и надежная преграда от ветра и влаги. После капремонта строение из силикатного кирпича простоит еще не один десяток лет. Вы знаете, наш дом очень старый, он 61-го года. С 61-го года он ни разу не ремонтировался. И мы на совете решили, что нужно сделать капитальный ремонт этому дому. Оживить его, сделать его, заменить полностью всю систему внутреннюю его и, естественно, преобразить его внешне. На решение не повлияло даже увеличение взноса на капремонт. Общее собрание постановило – тепло в квартирах и отсутствие неприятного запаха от прохудившейся канализации стоит этих денег. Конечно, жильцы были шокированы в первый раз, когда пришли такие платежки. Но я думаю, что мы не пожалеем об этом. Потому что жить все-таки в доме, где заменена полностью вся инфраструктура внутренняя, это все-таки намного лучше и комфортнее, чем мы жили со старыми трубами. На Крыльницкую 8 мы расшивали швы. В дальнейшем грунтовали. Глубокая пропитка проникновения. В дальнейшем окраска производилась окривой окраской фасадной. Была произведена отмостка. Сначала сдемонтировали ее, потом цоколь, входные группы, окна поменяли. Все обошлось без жарких дискуссий между жителями и исполнителями работ. Это подтверждают не только собственники жилья, но и общественные наблюдатели. Что касается этого дома, я вижу, что собственники действительно пытаются самоорганизоваться. И самоорганизация их строгая, скажем так, и беспощадная, привела к такому яркому решению, к столовому решению дома. Когда такие дома появляются, их чаще узнают, их люди знают. И, соответственно, и квартира в этих домах стоит дороже. Жители дома на улице Гагарина цвет для фасада выбрали скромнее. Но те работы, что уже сделаны, и те, что еще предстоит завершить, скажутся положительно на стоимости каждого квадратного метра. Дома уже 62 года. Конечно, требует капитального ремонта. Вот мы крышу покрыли уже. Отопительный системы, заменили все полностью. У нас фасад теперь остался. Вот ремонтируем фасад. Нам всем нравятся собственники, жилцы тоже все довольны. Здесь мы полностью отбивали старую штукатурку, потом грунтовали, бетонные контакты проходили, штукатурили, потом шпаклевали и уже после этого носили краску. Напоследок остается установить на балконы защитные экраны от ветра и влаги. И к концу октября одним капитально отремонтированным домом в городе станет больше. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Когда счет идет на минуты, в дело вступает санитарная авиация. Первый вылет медицинского вертолета с Ульяновского аэродрома произошел накануне. Вкузоватого 60-летний пациент нуждался в экстренной помощи, оказать которую могли лишь специалисты областного сосудистого центра. Всего за полчаса мужчину доставили в региональную столицу. Сегодня он благодарит врачей и удивляется скорости. Репортаж Артема Петрова. Вертолет санитарной авиации приземляется на футбольное поле центрального стадиона в Кузоватого. В машине скорой помощи пациент, которого нужно срочно доставить в Ульяновск. Счет идет на минуты подозрения на инфаркт миокарда. Потихонечку, без лечения. Лечения, без лечения. Решение о необходимости задействования воздушного судна принимает лечащий врач, который осматривает пациента. Далее он созванивается с центром медицинской катастрофы и они совместно уже принимают решение. С 6 октября мужчина находился на стационарном лечении в Кузоватого, но внезапно его состояние ухудшилось до тяжелого. На санитарном вертолете пациента доставили в региональный сосудистый центр. Выявили поражение сосудистого русла, было выполнено стентирование, то есть постановка металлической конструкции в область сужения, которая этот просвет расширила и обеспечила адекватное поступление крови к мышце сердца. Которое позволило предотвратить, внимание, предотвратить развитие трансмурального инфаркта миокарда. И да, пациент остался жив. Не только выжил, но и чувствует себя в разы лучше. Василий Пицын стал первым в регионе пациентом, кому помогла санитарная авиация. Всего за полчаса по воздуху вместо двух по земле. Нормально, 30 минут. Быстро, конечно, от Кузова 120 километров, 30 минут. Нормально. По инициативе главы региона санитарная авиация в Ульяновской области заработала с 1 октября. Современный вертолет казанского производства будет доставлять пациентов не только в местные больницы. Если необходимо, курс проложат и в медучреждения других регионов страны. К вылету в порт готов. Круглые сутки. Артем Петров, Ирина Шмыгова, Александр Рассохин и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Анализ на вирусные и бактериальные инфекции. За два часа. Именно столько времени нужно специалистам областного клинического кожно-венерологического диспансера, чтобы обследоваться и выдать пациенту заключение. Чтобы улучшить качество оказания медпомощи, являющейся одной из задач национального проекта здравоохранения, в учреждении установлен иммуноферментный автоматический анализатор. 5 мл крови, 2 часа и на руках у пациента 6 ИФА-анализов. На планшетном анализаторе диагностируют гепатиты, герпес, СМВ, сифилис. В данной постановке у нас происходит определение ферментов ЛДГ, ПСГ, прогестерона. И также мы определяем гепатит В и гепатит С. То есть это очень удобно, что 4 разных методики мы делаем одновременно. До приобретения анализатора работа шла в ручном режиме. На одну методику уходило около 2 часов. Автоматический анализатор производят в сутки до 96 исследований каждой из методик. Для пациентов здесь исключаются человеческие факты, человеческие ошибки и то, что анализ выполняется быстрее. Меня направили для операции пройти и сдать анализы. В кожно-венерологическом диспансере очень удобно, то, что это можно сделать за один раз и сдать все анализы и получить быстро результат. Мне сказали, что в течение суток все будет готово. Это действительно удобно, особенно когда ты спешишь. Помимо диагностики инфекционных заболеваний, с помощью нового оборудования можно оценить гормональный статус организма. Прогулки с врачами по скверу строителей завершены. Финалом профилактического проекта «Шаги к здоровью» стала встреча с врачом-ревматологом. Ее посвятили Международному дню борьбы с артритом. Тему для лекции специалисты выбирали под стать в праздничной дате – поражение опорно-двигательной системы. Сегодня я думаю, что мы с пациентами в такой неформальной обстановке обсудим, как жить с этой болезнью, как ее не допустить, если она еще не развелась, и как помочь себе. Во время лекции врач отметила, для профилактики заболевания нужно вести здоровый образ жизни и не пренебрегать обращениями к специалистам. Приятным бонусом встречи стал экспресс-прием больных. Специалист ответила каждому участнику проекта на вопросы об их здоровье. Лекция хорошая. Рассказывает про ревматоидную артрит, рассказывает некоторые вещи, которые я не знала. И отвечает на вопросы. В общем, про это заболевание все узнаешь, все новое-новое, поэтому это очень надо, потому что с артритом приходится жить всю жизнь. Всего по проекту в этом году было 10 подобных встреч. Специалисты для прогулок выбирались по самым актуальным для региона заболеваниям, а участвовать во встречах могли все желающие. За сезон таких оказалось больше 150 человек. В следующем году региональный проект «Шаги к здоровью» будет продолжен. Вместе Ульяновск на телеканале «Россия» мы продолжаем. В Нижегородской области состоялся окружной слет. Поисковых отрядов никто не забыт. Он собрал 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. Это уже восьмая встреча в подобном формате. В течение трех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Состязания шли по восьми номинациям. Оценивали вклад в развитие поискового движения, инновации, развитие наставничества. Павел Пастухов из поселка Чердаклы стал победителем в номинации «Воспитанник». Поисковой деятельностью он занимается четыре года и много где побывал. Но самым незабываемым стал первый опыт поисковика. Калужская область, Западный фронт, Воронеж, дорога Берлинка на Крови, вот Калужская область. Это было на высоте. Мы искали останки бойцов. Мы сейчас при подъеме, да, это была воронка. В данный момент я сидел на переборе. Вот на переборе я нашел медальон. Поисковики со всего округа демонстрировали свои знания в области топографии, ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. Ульяновцы представили на слете свою новую находку, которая вызвала живой интерес у коллег. В этом году мы возили сканы документов, мы ездили в Беларусь и нашли бойца с планшетом, в котором сохранились документы, где можно было прочитать, что в случае моей смерти сообщить Сафроновой Пелагеи Яковлевне новое Сахча. И был документ, где было написано Инза, понятно, это тоже территория Ульяновской области. В настоящее время в поисковые отряды входят более 13 тысяч жителей при Волжье. С первого слета количество увеличилось в два с половиной раза. В России выбирают ученика года. Финальный этап конкурса проходит сейчас в Ульяновске. На него съехали с полторы сотни школьников из разных регионов страны. В этом году конкурс идет по номинациям «Доброволец» и «Патриот». Площадкой для интеллектуальных, творческих и даже спортивных состязаний стал педагогический вуз. Туда отправилась и наша съемочная группа. 150 школьников из 42 регионов страны. Во Всероссийском конкурсе ученик года их ждет много серьезных испытаний. Это состязание претерпело важные изменения. Если в прошлом году не было разграничения по номинациям, то в этом году оно есть. Есть такие номинации, как «Творческая личность года», «Председатель совета обучающихся», «Спортсмен года» и многие другие. Всего семь номинаций. Буаржан Самаров из «Добровольцев». В своем регионе стал волонтером года. На самопрезентации делился своим опытом. Мне очень нравится международный сибирский марафон, который проходит у нас в Омске. Там я получил знания в организации таких крупных мероприятий. Самопрезентация и диктант общий для всех испытания. Дальше три индивидуальных для каждой номинации. Арина Хорошева из Севастополя участвует в номинации «Патриот». Она представляет свой проект. Школа индивидуальных корреспондентов – это проект, в рамках которого ребята могут попробовать свои навыки в медианаправлении. То есть это журналистика, режиссура, актерское мастерство и операторское искусство. Подробно о проекте Арина расскажет жюри. В его состав вошли представители педагогического сообщества научных и спортивных организаций творческих союзов. 14 октября состоится церемония закрытия конкурса. И мы узнаем имя ученика года 2022. А также победителей в каждой номинации. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. 118 тысяч мальков пополнили «Волгу». Рыбу выпустили в акваторию представители крупных компаний региона. Экологическая акция прошла в районе речного порта. Новыми жителями «Волги» стали мальки Сазана и Толстолобика. Данная волонтерская акция была направлена на искусственное воспроизведение водных биологических ресурсов бассейна реки Волга и улучшение экологической ситуации. Мальков привезли из Самарской области, из свято-богородничьего мужского монастыря. По словам участников акции, приживаемость таких рыб значительно выше, чем у особей, появившихся в естественных условиях обитания. Главное географическое событие Ульяновской области возвращается спустя несколько пандемийных лет. Сегодня своей дверью распахнет юбилейный областной фестиваль «Фрегат Паллада». Узнать об уникальных природных сокровищах региона, познакомиться с географами и путешественниками, научиться распознавать следы животных, посоревноваться в сборе спил с карты Ульяновской области, установить палатку, упаковать парашют, пострелять из лука, завязать морской узел. Все это смогут сделать гости фестиваля. Организаторы приготовили больше 50 тематических площадок. Мы растим патриотов нашей страны. Ведь дело в том, что любить можно только то, что ты знаешь. Узнать, насколько красиво, необъятно, богато на природу, на историю, культуру, как наша большая родина России, так и Ульяновской области, это тоже задача фестиваля. И важно, чтобы это было не так скучно. Это должны быть не лекции, не учебники. В настоящем ноу-хау фестиваля станет стенд с VR-очками, где участники смогут за 8 минут совершить полет над Россией, увидеть ее самые знаменитые красоты, а также подняться на вершину Кавказских гор. Удивлять будет и ульяновский коллекционер. За 30 лет он собрал больше 100 масок народов мира. Здесь представлены как маски охотников, которые использовались для добычи. Ну, например, маска антилопы. То есть охотники совершали определенный обряд, надевали на себя эту маску, затем сжигали, уничтожали эту маску антилопы. И, по их мнению, антилопа охотник шла им в руки. Гости праздника также смогут увидеть настоящую калмыцкую кибитку. Она называется Ишкагир. То есть по-калмыцки это войлочная юрта. Мы привезли эту юрту со всем убранством. Там будут сундуки мужской и женские. Ну, соответственно, в мужской половине будет мужская кровать для мужчины, хозяина дома. Затем плети, арканы. И это далеко не все сюрпризы, которые организаторы приготовили для гостей. Любители географии и приключений будут ждать ежедневно в течение трех дней с 13 по 15 октября с 10 утра до 16 часов во Дворце творчества детей и молодежи на Минаево 50. Далее прогноз погоды Турьяновского гидромедцентра. Я же благодарю вас за внимание. До встречи вечером. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свои работы в редакцию или на сайты региональных филиалов. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру, в эфире телеканалов и радиостанции ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, нам по пути. Споемте, друзья! Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 7-12, в Ульяновске плюс 8-10. Атмосферное давление существенно не изменится. Атмосферное давление существенно не изменится. Атмосферное давление существенно не изменится. Атмосферное давление существенно не изменится.